Единство и сплоченность. Это главные ценности общества. В городе Талдукурган состоялся ряд мероприятий, посвященных 15-летию Дома Дружбы. Гостями на них стали не только председатели этнокультурных центров области ЖИЦУ, но и делегаты из других регионов Республики Казахстан. Подробнее о проведенных торжествах расскажет наш корреспондент. Ровно 15 лет назад в городе Талдукурган в свои двери гостеприимно распахнул Дом Дружбы, где под Едином Шанераком собрались представители разных этносов. На протяжении многих лет они работают на благо сохранения мира и единства, а также сохраняют культуру и традиции своего народа. В Доме Дружбы всегда царила атмосфера мира и согласия. Каждый член этнокультурных центров вкладывал душу в проводимые мероприятия. С горящими глазами рассказывал о своем этносе. Также проводились и совместные мероприятия, где бок о бок представители разных этносов пели народные казахские песни и танцы. В честь памятной для этнокультурных центров Даты прошла научно-практическая конференция «Мир и согласие. Высшие ценности казахстанского общества», на которой рассматривались вопросы сохранения межкультурного согласия, а также подведены итоги проведенной работы. С докладами выступили делегаты республиканских ведомств. Единство, согласие, они всегда были краеугольным камнем национальной политики в Казахстане. И сегодня, в эпоху глобализации, когда мы видим, что творится в мире, мне кажется, это особенно ценно. Большую роль, именно организационную роль в обеспечении единства, согласия играют, конечно, Дома Дружбы. Под занавес мероприятия участникам была представлена концертная программа, на которой свои народные песни и танцы представили члены этнокультурных центров и ансамблей. Поскольку в области ЖТСУ проживает около 100 этносов, Дом Дружбы был создан по большой необходимости. Раньше национальным центрам приходилось снимать в аренду офисы, а также финансирование строилось за средства председателей и спонсорских пожертвований. Сейчас же Дому Дружбы и этнокультурным центрам выделяются денежные средства из областного бюджета. И стоит отметить, что в целом государство оказывает им большую поддержку. Также накануне в Доме Дружбы состоялась выставка народного творчества разных этносов и дефиле национальных костюмов. Гостями мероприятия стали представители этнокультурных объединений других областей республики, а также члены республиканских учреждений. Сегодня мы отмечаем очень знаковое событие 15-летие Дома Дружбы. Это здание, которое было построено одной из первых в республике именно под деятельность Ассамблеи народа Казахстана. Конечно, это очень знаковое событие. Еще в далекие 80-е годы в области ЧТСУ зародился этот уникальный, объединяющий разные поколения и этносы институт. Именно строительство Дома Дружбы явилось большим импульсом для активизации деятельности Ассамблеи народа Казахстана в нашем регионе. Он был сдан в эксплуатацию в 2008 году. В трехэтажном архитектурном комплексе созданы все условия для эффективной работы областной ассамблеи. Сегодня очень важное событие в ЖТСУ, поскольку она с полным правом может себя считать родоначальником первых ростков Ассамблеи народа Казахстана, которые зародились еще в 80-х годах. ЖТСУ, она очень авторитетная в большой ассамблее, потому как здесь очень важная земля, объединившая представители разных этносов. Председатели этнокультурных центров отмечают, что каждый желающий может ознакомиться с их работой, а также стать их частью. В будущем планируется реализация еще большего количества разнообразных проектов, которые будут поддерживать мир и согласие среди всех национальностей Республики Казахстан.